Вы на канале Science Daily. 24 февраля президент США Джо Байден утвердил санкции в отношении ракетно-космической и других отраслей промышленности России. И вслед за американской стороной 25 февраля санкции в отношении Роскосмоса ввел Евросоюз, который в частности отключил один из двух телескопов российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Одновременно в Европейском космическом агентстве признали маловероятным запуск российско-европейской марсианской миссии «Экзомарс», который должен был состояться осенью этого года. В ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией, Роскосмос приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во французской Гвиане. В ходе ближайшего пуска «Союза-2» с Куру должны были выводиться два спутника навигационной системы «Галилео». Также в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что если Россия не получит гарантии, что запускаемые британские космические аппараты OneWeb не будут использоваться в военных целях, то ракета «Союз-2», уже установленная на стартовом столе космодрома Байконур, будет убрана и запуск не состоится. Кроме того, «Роскосмос» настаивает на выходе британского правительства из состава акционеров компании OneWeb, чего, скорее всего, не будет, поэтому запуск британских спутников связи OneWeb вряд ли состоится 5 марта. Российским ответом на санкции США стало прекращение поставок ракетных двигателей. Это, прежде всего, двигатель RD-180, на котором, как на маршевом двигателе, летает ракета «Атлас-5», а также двигатель RD-181, который используется в качестве первой ступени ракеты «Антарес». Кроме того, Россия разорвала сотрудничество с США по программе «Венера-D», в рамках которой планировалось запустить космический аппарат для исследования Венеры. Что ж, как мы видим, санкции коснулись даже космической отрасли, причем очень быстро. Одно радует – сотрудничество России и США на МКС пока продолжается, хотя Россия уже объявила о прекращении совместных с Германией научных экспериментов на станции. О том, что будет дальше, узнаем в ближайшее время. Оставайтесь на моем канале.